Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас есть отличные новости, относящиеся к Риплу. Дело в том, что Ripple XRP засветился в правительственном документе, который вышел 5 июня. Находится этот документ на официальном сайте regulations.gov. Это означает, что данный документ носит федеральный характер и при желании вы можете скачать его PDF-версию. Кстати, я ее оставлю в своем телеграмме, а ссылка на него будет в описании под видео. Так о чем же этот документ? Он относится к агентству правительства США, которое называется Бюро финансовой защиты потребителей. Сам же документ называется «Денежные переводы, подпадающие под закон об электронном переводе средств». Он был опубликован в пятницу 5 июня 2020 года. Для начала я хочу вам кое-что показать. Если я осуществляю поиск слов по документу и ввожу биткоин, то я нахожу ровным счетом ничего. Но если я ищу XRP, то сразу же нахожу упоминание Ripple в этом документе. Здесь идет речь о разработках, которые ведутся в индустрии проведения платежей передачи средств электронными способами. Также в этом документе упоминается стандарт международных расчетов GPI – Global Payments Innovation, который увеличивает скорость и обеспечивает прозрачность проведения платежей SWIFT. Давайте разберемся в этом. Во-первых, SWIFT – это не новая система, и ею пользуются довольно давно. Поэтому правительство осознает, чем они занимаются и в чем состоит их бизнес. А вот тот факт, что они освещают то, что Ripple делает с XRP, при этом упоминая исключительно этот токен, показывает однозначный прогресс последнего. Ripple просто появился на горизонте, и совершенно не секрет, что если отбросить эмоции и смотреть только на факты, то мы заметим, что они уже работают с МВФ и были одобрены целевой группой по выплатам ФРС США, а MoneyGram использует XRP, как и некоторые другие платежные системы. Целью Ripple является замена SWIFT. Короче говоря, они хотят забрать финансовую индустрию этого старичка, так как SWIFT используется множеством банков по всему миру. То есть, конечной целью Ripple является подрыв этой индустрии, привнесение в нее более дешевого, быстрого и эффективного способа перевести деньги. Обратите внимание на моменты, в которых упоминается XRP. Продолжающийся рост и расширяющиеся партнерства компаний виртуальных валют, такие как Ripple, они упоминают их именно как компанию, предлагают платформы платежных сообщений для поддержки трансграничных денежных переводов, а также и виртуальной валютой XRP, которая может быть использована как эффективный регулятор для этих денежных переводов. Эти разработки предполагают, что в будущем должны появиться инструменты, благодаря которым банки смогут уменьшить свою зависимость от финансовых издержек, связанных с трансграничными платежами. Почему так произойдет? Потому что зачисление будет происходить мгновенно, в отличие от того, что происходит сейчас. Не будет трех или даже пяти дней задержки или проверки курса валют как на своем счету, так и на счету банка-контерагента. Это больше не потребуется, так как все будет мгновенно. XRP создавался именно как промежуточный актив для операций такого рода, а также для осуществления микротранзакций, то есть транзакций с маленькими суммами и различных видов монетизации в сети. Этим мне и понравился Ripple годы назад. Это компания как Google или Amazon, которая приходит и переворачивает всю индустрию, делает привычные способы устаревшими. Это мой подход к данной теме. Люди испытывают эмоциональный или максималистический подход, я не обращаю внимания на это. Для меня главное, какой у этого остаточный потенциал и как это принесет мне деньги. Итак, мы видим довольно ясный факт, государство четко понимает, что делает Ripple и XRP. Но все еще необходимо немного ясности от комиссии США по ценным бумагам и биржам. Но мы можем никогда эту ясность от них и не получить. Посудите сами, есть люди, которые постоянно твердят, XRP это ценная бумага. Но комиссия ничего не говорит по этому поводу, они не следят за Ripple. Я верю, что они работают с Ripple, чтобы убедиться, что технология XRP не нарушает их требования. Я думаю, что именно это и происходит. А иначе почему данная комиссия преследует Telegram или Libra и других, но не трогает XRP, который является третьей криптовалютой на рынке? У Ripple намного больше видимых действий и больше инвесторов, чем у Telegram, и все равно ничего не происходит, комиссия их не трогает. Подумайте об этом и старайтесь читать между строк. XRP имеет очень большую поддержку и признание технологии, как способной к совершению переворота в индустрии. Как я уже говорил, MoneyGram и другие платежные системы используют XRP. Я уверен, что это применение будет только расширяться. Были слухи, что Western Union хочет купить MoneyGram. Этот слух прошел на прошлой неделе, но пока что никаких подтверждений этому не было. Известно только то, что сам Western Union тестировал XRP, но пока они не сделали никаких выводов из этих тестов, так как они еще продолжаются. 5 июня вышла еще одна интересная новость. XRP занял первое место среди всех формирующихся трендов в настоящее время. XRP это топ-1 тренд нашего времени. Вот о чем идет речь. Для XRP последняя пара недель стала временем ослабления позиций и оттока держателей. После того, как флагманский токен от Ripple потерял свое звание третьего крупнейшего актива, уступив это место тезеру. Кстати говоря, я не считаю, что это потеря третьего места. Но тем не менее, для ответа у Ripple не хватило настойчивости. Актив остался в размышлениях, до сих пор находясь под линией сопротивления в 21 цент. Однако в данный момент время очень переменчивое. И в соответствии с данными аналитической компании Sentiment, держатели XRP могут ожидать в ближайшем будущем что-то интересное. Говоря о Sentiment и XRP, следует понимать, что они проводят технический анализ движения его цены. Так что их слова не могут быть исключительной правдой. Необходимо использовать несколько источников и несколько подходов. К примеру, смотреть на то, что делает правительство, какие партнерские отношения у Ripple сейчас есть, технический анализ Ripple и на настроение людей вокруг Ripple. Необходимо объединить все это, именно так и действует умный инвестор. Однако общий взгляд на вещи, сделанные из танка, это не очень правильный подход. В соответствии с аналитической платформой Sentiment, XRP восстает как формирующийся тренд, так как за последние пару недель актив видел массовые социальные объемные всплески. Все вышесказанное также подтверждается данными от компании Lunar Crush, так как они указывают на значительный рост средней оценки Sentiment для токена XRP в последнюю пару дней. Технический анализ выглядит так, как будто траектория движения цены в ближайшее время может начать рост. Но Sentiment заостряют особое внимание на видимом значительном росте объемов, которые поступают из различных направлений от партнеров Ripple. Например, значительные объемы идут от Bitstamp, которые проводят сделки по обмену XRP на евро, от филипинской биржи Coins, меняющей XRP на филипинские PESO, и от BTC Markets, осуществляющих обмен XRP на австралийские доллары и так далее. На графиках видно, что объемы везде растут. Вот вам факты, никаких эмоций. У меня есть и биткоин, и эфириум, и Ripple, и я не максималист по отношению к Ripple XRP. Это просто данные, статистика и факты, что дела вокруг XRP набирают обороты. На прошлой неделе генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус встретился с представителями Центрального банка Бразилии, что говорит об однозначном движении вперед, не так быстро, как хотелось бы, но все же. Есть люди, которые сосредоточились исключительно на цене, и они упускают тот факт, что для движения цены нужно что-то построить. XRP это долгосрочная инвестиция. Необходимо время, чтобы банки приняли и поняли этот переворот, который произойдет в индустрии электронных денежных переводов. Они навряд ли будут бездумно бросаться в этот омут, так как не хотят потерять свои устойчивые позиции и деньги. Все это происходит только в долгосрочной перспективе. Конечно, может и в краткосрочной, но на это шансов я даю немного. Как говорится, вноси инновации или умри, адаптируйся или уступи. Используй новые технологии или останься позади. В завершение хочу сказать, что Digital Asset Investors взяли интервью у Грега Кида, который инвестировал в Ripple, Coinbase, в платформу мультиактивов Uphold, а затем еще докупил XRP. Короче говоря, это активный защитник криптовалют, позитивно настроенный по отношению к Ripple и XRP в частности. Это успешный инвестор и человек, который знает, что делает, поэтому я советую посмотреть его интервью. Ссылку на него оставлю в описании, но это если вы знаете английский язык. Если же у вас с этим проблемы, я могу перевести это интервью, если вы поставите под это видео лайк. Давайте наберем 1500 лайков и тогда я точно переведу это получасовое интервью, а это работа еще та, я вам скажу. Ну на этом все, меня зовут Богатейши Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok